Центр культуры и досуга Кировец организовал праздник на открытом воздухе. Пригласили детей из пришкольных лагерей. Желающих оказалось гораздо больше, чем ожидали организаторы. Они даже было запереживали, что шаров на всех не хватит, но обошлось. В программе были танцы, конкурсы, мастер-класс по складыванию самолетиков и фейс-арт. Я ждала всякие развлечения, то, что мы будем что-то рисовать, делать. Но я не ожидала, что нас будут разокрашивать. Я решила, что у меня будет три цвета. Красный, зеленый и белый. Я захотела красный цветочек, так как люблю очень цветы, особенно красного цвета. Зеленый стебелек и вокруг белые точки. К художникам выстроилась очередь. Фейс-арт заинтересовал даже мальчишек. Ну а для ребят постарше праздничное действие развернулось в Центральной детской библиотеке района. На импровизированную сцену вышли воспитанники студии Александрино. Папа у Васи зелен в математике, учится папа за Васю весь год. Я сразу понял, что Мишка спился. Ну раз такое дело, следы пою, а там уже видно будет, зелки напьем. Где это видно, где это слышно, папа решает, а у Васи отойдет. Театр завершил свой 22 сезон показом постановки по мотивам Денискиных рассказов Виктора Драгунского. Это один из популярных мини-спектаклей в репертуаре. Распределить роли в нем оказалось делом не из простых. Вот я сначала играл в этом отрывке Дениску, ну я плохо знал текст, и у меня вообще не было настроения на Дениску. Меня поставили на Мишку. Потом поставили Владика на роль Дениски, но он заболел. Вот не знал, где сейчас пропадает, дома, может в больнице. Вот, и так что меня поставили на его роль. Завершился праздник на улице конкурсом рисунка на асфальте. Каждой команде нужно было изобразить любимого героя книги и фильма. Вкусы у ребят оказались вполне классическими. Выбрали кота в сапогах, буратино и мальвину, чаполино и чебурашку. Последнего, правда, немного модернизировали. Ну и, конечно же, не обошлось без селфи на фоне асфальтных художеств. Отмечать дальше свой день ребята продолжили уже в своих пришкольных лагерях. Продолжение следует...